всем привет им превосходный понедельник время седьмой восьмой седьмой или восьмой в общем рано 8 на час вот видите кафе готовится посетителям ставят стульчики мы идем на море девочки ну вот красный флаг купаться нельзя зря на все у подушку разворачиваться и уходить интересно черный флаг есть когда совсем совсем нельзя не и полезу может ножки помочу так что сегодня понедельник 26 наверно я вот на азовском море когда была в этом году вот мы приехали был вот такой шторм два дня я знаете но на море же приехала легла вот так вот на песок мне столько песка в купальнике набился вот такое сегодня море я купаться не полезу хотя есть люди которые вон плавают здесь даже поплавки вон там буйки я смотрю развернула параллельно берегу и вот те вот видите этот буйок красный такое чувство что он ближе сейчас к берегу чем обычно мне так кажется или просто его волнами сюда принесло потому что мы потому что вы сами видите почему вход в море где-то вот там было и там же начинаются камни да у на 1 длинной веревке плавает поэтому кашу прям вообще рядом такие волны в общем то плавать вон там можно но гребнями вот этими захлёстывает захлёстывает и захлёбывает и поэтому сегодня в понедельник я в море не полезу я сейчас сижу наблюдаю вам не видно потому что солнце засвечивает он там мужик плавал на доске ну на этой какой-то саб доска и вот он теперь подплыл где более-менее у там волнение есть могут вот таких нет никак не может к берегу пристать он на нее ложился греб потом решил встать свалился теперь доска она привязана таким шнуром к ноге короче он плывет он плывет браться вот это узнаете когда руки выбрасывают из воды а доска за ним тащится потому что полю по-другому не получается в берегу пристать он уже почти приплыл выходит на берег в общем вам не видно это вот надо в левом углу смотреть сейчас выйдет на берег а хеодосия вот там в дымке прям в таком тумане тумане а он того мужика который он сначала в воду зашел по пояс где-то его волны сшибали сшибали потом две такие волны хорошие прилетели я на него не смотрел но меня вот здесь заплеснуло смотрю он вышел где поменьше потому что купаться хочется но знаете так вот когда вот здесь по грунте прибою ходишь тут же песок вот так взвесь прям мутная вода в песке если сюда сядешь и мляж через мельчайшие поры вот этого купальника тебе знаете сколько песка насыпется вот так у меня в азовском море было я его потом вытащить не могла из купальника когда купальник высох вот он сухой уже просеялся назад ну и так как море вы сами видели купаться сейчас невозможно подождем до обеда или до вечера может быть погода наладится я вам сейчас поставлю кадры которые снимала позавчера вчера они просто не вошли я снимаю много очень сейчас посмотрим что у нас происходило море было хорошее а сейчас вы можете посмотреть девочки я вижу и произвожу пуховые платки косынки очень хорошие в моем интернет-магазине вы можете купить пуховые платки производства оренбург то есть вязали именно там есть даже платки которые связаны из моего собственного пуха вязали по моему заказу вы можете купить платки которые произведены у нас в урюпинске напоминаю что я из волгоградской области у меня есть свои собственные козы я вижу сама и также вяжут другие девушки у которых я покупаю платки для своего интернет-магазина пуховая пряжа пуховые носки пуховые варежки пуховые перчатки пальто свитера жилеты и разного абсолютно качество можем сделать можем сделать дешевые бюджетные можем сделать дорогие таких каких нет ни у кого все это зависит от вашего желания от вашего кошелька обращайтесь ссылочки на интернет-магазин и на мои обзоры пуховые вы можете посмотреть закрепленном комментарии кстати если у вас не грузит youtube многие жалуются то также пройдите по ссылочкам есть дзен есть telegram в общем можно найтись нам можно найтись вконтакте пишите на ватсап заказа я принимаю чаще всего на ватсап телефон также в названии видео и в закрепленном комментарии вот посмотреть что есть в продаже есть большие пледы пуховые такие серые белые большие пледы ими можно укрываться я вот сейчас на море накрываюсь пуховым платком я сплю под кондиционером холодно я взяла с собой махровый такой просто небольшой даже под них холодно одеяло в отеле я не спрашиваю ночью сверху накидываю пуховый платок вы знаете как хорошо очень вот девочки обращайтесь так а сейчас я вам немножко расскажу об отеле и ну и дальше посмотрим как мы отдыхаем на море мой номер выглядит вот так 2 полутора спальной кровати сдвинуты вместе ну то есть два места и вот еще одно в некоторых номерах диван а вот здесь стоит вот такая раскладушка шкаф туалет душ в общем вот такой шикарный совершенно у меня балкон панорамные окна с двух сторон вот смотрите ведь вот там соседи они с детьми у них больше номер тоже с таким шикарным балконом отель четырехэтажный вон столовая прям рядом готовят вкусно кондиционер телевизор убирают раз в два дня по моему так ну и вот и получается что здесь номер он трехместные два основных места и одно год дополнительное после 1 сентября будет стоить 2 500 так что вполне можно приехать можно приехать с любого места практически нашей страны вот вам пожалуйста места комфортно хорошо туалет душ холодильник чайник все есть море рядом это вот что касается цен по питанию потом вам сделаю обзорчик что там у нас с питанием телевизор вот видите где он вон он висит но его смотреть я его дома не смотрю я не понимаю что там можно смотреть понимаете мне ничего не заходит вот вообще ничего я его вчера включила потом вот просто звук выключил чтобы он типа как лампа у меня работала а вот у нас тут лампа есть бра вот чтобы подсвечивала когда верхний свет выключишь но я еще может быть на выходные чуть-чуть там посмотрю там какие-то шоу может есть а вот это все вот то что там показывают это нереально смотреть девочки у меня тут нарисовался проблема я ее еще вчера увидела в общем вам наверное не видно но я вижу у меня лицо пятнами неровными коричневыми у меня был уже загар морской потому что я в кучу город была была на азовском море 20 июня но у меня чуть есть загар я вчера обратила внимание вот здесь вот зону декольте я когда с моря пришла смотрю прям пятнами какие-то а на лице тоже вот вам не видно а она знаете прям такими коричневыми неровными такими короче неровный загар ну естественно cpf фильтры никакие не использую а зря что делать я не хочу быть в таких в таких пятнышках в общем вот я тут поинтересовался в интернете что делать там кстати на улицу я выйти не могу хотел вам на улице поснимать у меня соседям сети по балкону в общем вот это мой номер двухместный и третья кровать как бы дополнительно а там я не знаю наверно четырехместный потому что двое взрослых и два ребенка вот они сейчас там сидят на балконе развлекаются ну не хочу я знаете одно дело на всю страну рассказывать через экран другую дело когда те тут же соседи слушают короче кинулась искать пилинг у меня есть хороший кислотный такой пилинг с фруктовыми кислотами а я не взяла еще думаю взять не взять на море думаю да зачем я буду это кожу чистить если ты загораешься нужно как искать свежие клетки там молодые об горишь и все я его не взяла сейчас кину с посудки не взяла надо в общем пока это все не застарел и постараться отбелить ну и кроме того пользоваться кремами с этими с фильтрами ну ладно крем там купим а вот пилинг он бешеных денег стоит еще не знаю какой он будет хороший или плохой вот это надо ехать но не знаю куда ехать здесь на пляже продают слушают цену ты туристический нафиг надо я в прошлом году в крымской косметики была там крема но это был фирменный магазин это здесь я не хочу потому что же самое в три раза дороже будет ну короче пилинг я не хочу покупать потому что у меня дома есть зачем нужен я вот думаю может фруктами обойтись они же отбеливают лимончик так чем-нибудь чтоб пилинг не покупать как думаете в прошлом году я когда с моря приехал у меня вот здесь вот очень сильно углубились вот эти морщины она же во первых вода морская ну как я это понимаю она же как осмос знаете вот есть такой общем короче когда жидкость у тебя из ткани вытягивает все солевые компрессы они у тебя вытягивают очень короче обезвоживают вот и вот у меня на лице прям были такие морщины я потом с ними когда домой приехал думан дорогая не ну я как бы не против но не прям очень сильно углубились вот в этом году пока такого нет сейчас другая ерунда вот эти пятна не хочу спят нами ходить на солнце больше не попроще но такое на яркое так что вот сейчас поприду поприду надо посмотреть что там у нас кожу отбеливает будем с этим бороться напишите а вы что делаете или у вас такого нет или вам от неинтересно то девочки время у нас обеденное пойдем на обед по поводу цены суп с фрикадельками 85 салат 44 рубля 100 грамм ну то есть любой салат ты набираешь тарелку взвешиваешь помпот и лепешка все это обошлось в 275 рублей ваше здоровье кукуруза по 100 рублей потом продавец сказал что это кукуруза с красной икрой но есть еще кукуруза с говядиной и кукуруза с курицей и вот он всем ходит рассказывать какие-то в рецепты вы не против чтобы вас с ними не надо хорошо девочки ну вот видите я улеглась на пляж день кстати к вечеру стал такой очень приятный ветра нет солнца нет можно спокойно лежать единственное море волнуется так вот по ценам что я хочу сказать я уже конечно несколько раз говорила отдыхать здесь можно абсолютно на разный кошелек здесь есть разные номера есть отель и есть издают такое недорогое жилье но типа комнат по моему от 1000 я не знаю вот как насчет комнат но тот отель в котором мы живем сейчас номер стоит 3 200 двухместный и третье место такое приставное а после 1 сентября это будет стоить две с половиной по еде я в телеграм канале постоянно выкладываю то у ту столовую куда я хожу есть говорю про цены но в общем то я для себя сделала вывод питаться тоже можно на разный кошелек но мне например скучно экономить но мне не интересно я люблю поесть вот предположим на утро ты можешь сходить позавтракать и заплатить 280 рублей на обед вот я сегодня брала суп с фрикадельками он стоит 85 рублей и плюс салатик я заплатила но что тоже меньше 300 рублей это получается завтрак и обед 500 чем-то и ужин по идее ты можешь не ужинать а можешь поужинать это я вам к тому говорю что все равно около тысячи рублей но я вас закладывал на питание потому что и на пляж хочется прийти что-то такое купить как например кукурузы сейчас взяла 100 рублей и попить коктейль купить персик и все такое вот считаете 1000 рублей это питание в среднем на 1 но это я так если вы будете готовить или если вы жутко экономная у меня есть знакомая она вообще живет в крыму и ездит в такие в курортные места ткань еду вообще с собой берут они снимают домик там холодильник готовят ну то есть они вообще по идее на питание ничего не троит кроме как на хлеб и на что-то такое на фрукты овощи вот поэтому каждого конечно ситуация своя вот если взять мой случай вот считаете 1000 рублей в день на питание но и так средненько без без излишеств плюс плюс за номер если это будет сентябрь две с половиной тысячи но опять же я одна в номере а если бы я допустим была с подругой то всего 1250 вот считаете 10 дней двенадцать половиной тысячи плюс 10 дней по тысяч на питание 10 это 22 с половиной тысячи и если бы я сюда приехал на автобусе ну пусть еще 7000 и вот считайте сами чуть больше тридцати тысяч это десятидневный отдых в сентябре месяца но это дорого но не знаю смотрите сами кому как почему я беру автобус мы потому что не каждому охота тащиться тысячи километров как в моем случае на машине во первых эту машину надо иметь даже если она и есть но это тяжело ехать многие не рассматривают вариант когда тебя везут понимаете ну это вроде как и солидно обязательно отдыхать ехать на машине кто там сказал нет ездит автобусы с волгограда они на любое побережье черного моря и азовского также ходит автобусы то есть они просто привозят людей привозят и отвозят ты туда платишь за билет приезжаешь и заселяешься в любую гостиницу тебе может турагентство порекомендовать ту гостиницу с которой они сотрудничают там и гостевые дома и все на свете причем туры на море стоит вообще недорого в каждом городе есть такие туристические компании туристические агентства которые возят людей в дамба я с ними ездила в кучу гуры на азовское море ездила в пятигорск мы с ними ездили в общем-то нормально садишься на автобус тебя ночью везут утром ты уже на месте не мяты не клятые там сразу бронируются номера с питанием то есть обычно полный пансион ну или хотя бы завтрак включен и туры недорогие 2-3 дня считается как тур выходного дня чтобы по деньгам было очень удобно для людей вот так девчонки точно так же они возят вот сейчас на море кстати говоря я отслеживаю всю эту ситуацию там есть горячие туры в турцию тоже недорого с вылетом из волгограда ну то есть если вы задаете целью отдохнуть летом то это вполне реально просто надо чтобы произошел какой-то такой щелчок в мозгах для того чтобы человек понял что ему это надо но если надо потому что многие спрашивают вот и в отпуске было а зачем я в крым ездила а зачем ну как зачем я не могу ответить на вопрос зачем действительно зачем зачем я потратила эти деньги хотя могла бы новый шкаф например купить правда ну вот зачем не знаю для удовольствия учиться чтобы доставить себе физическое и моральное удовольствие все больше нет никакого ответа вот только за этим вот давайте продолжим даже дальше опять про выбор способа питания смотрите я например хожу в недорогую столовую при отеле в прошлом году мы таскались по кафе здесь можно пройти ну как везде такое ресторанное питание кафе как бы повыше классом там жарили рыбу на гриле в общем то знаете мясо на гриле ну как бы классом повыше вот а потом я четко поняла что туристы это такой человек с которым все хотят очень поиметь с него как можно больше он и турист тоже не против потому что он едет для чего тратить деньги он уже заранее знает что он с ними расстался то есть у него в голове сидит он согласен заплатить любую цену и зачастую разница небольшая ну предположим съем я в котлету вот в обычной столовке да или съем я тот же самый кусок мяса вот в этом кафе в общем я не знаю как это объяснить в этом году я не хочу никуда ходить не хочу я вот это никакой тусовки всякие нарядные платят я с собой взяла мне вот полностью устраивает я сижу в своем номере делаю там что хочу сегодня в обед спала разглядывал свои пятна на лице мы знаете и если я в прошлом году категорически была настроена что как же я приехала отдыхать и кормите меня пожалуйста еще 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 и готовить буду я же отдыхать приехал вы знаете а в этом году я я бы не против чтобы самой готовить потому что мы приехали надолго считай на две недели и я бы хотел что была кухня там курочку пожарила там рыбку пожарила то есть без всяких понимаете вот а так как у нас отель такой там не предусмотрена кухня где можно готовить зато там есть мангальный зон но опять же это конечно заморочно уголь все такое вкусно садить как мы камбалу жарили но то есть я уже готова чтобы у меня был такой номер или я не знаю такое место где был была бы возможность готовить пищу я бы не готовил и каждый день но если вдруг придет такое такой каприз до чтобы была кастрюлька сварить супчик какой-нибудь знаете может быть я уже начала привыкать я все-таки начала давно ездить да я уже была во многих местах могу сравнить отели ну много чего могу смотреть и кухню то же самое могу сравнить и вот поэтому возможно я сейчас делаю такие выводы девочки я уже была в дамбае который сейчас горит в кучу горах два раза была в пятигорске в минеральных водах девочки я уже поеду в пятый или в шестой круиз я вам наверно не говорил да я поеду в круиз в конце сентября ради того чтобы посмотреть на осеннюю каму у меня есть кредитная карта теньков но потому что вы сами понимаете столько ездить это я уже просто напросто не тяну материально и я взяла этот круиз в кредит так что мы с вами поедем в конце сентября на теплоходе павел божев я долго думала ехать не ехать разные варианты рассматривала потому что пока мы по осени не так-то много теплоходов которые ходят понимаете именно вот в этот определенный момент я хочу захватить осенний круиз осенние деревья осеннюю листву мне очень понравилось по лету на река камам если я не забуду я вам оставлю ссылочку в комментарии на этот круиз и вообще посмотрите там очень красивый и я там все время мечтал воду попасть сюда осенью и в общем то я рассматриваю разные теплоходы девочки дело в том что кама это пермь а пермь это далеко от волгограда это очень далеко и неудобно туда надо добираться поездом оттуда тоже либо поездом где нет мест либо самолетом который летает раз в неделю вот и в принципе были теплоходе ки классом как бы повыше чем павел божев но меня прельстила то что отправление в этот круиз из волгограда это единственный теплоход который отправляется из волгограда 6 дней плывет и в общем заканчивается круиз в перми и там было одно единственное место одноместная каюта на шлюпочной палубе довольно дорого я вам хочу сказать что отдых в крыму стоит в два раза больше меньше в два раза дешевле чем отдых на теплоходе отдых на теплоходе девочки это 10 тысяч сутки если крым мы с вами считали ну считай во сколько он обходится 1000 рублей на еду плюс номер если ты ну хорошо две с половиной в сентябре да это три с половиной тысячи и плюс дорога но дорогу еще давайте тысячу кинем четыре с половиной тысячи со всеми удовольствия отдых в крыму да ты ходишь куда хочешь купаешься в море и сравнить это с теплоходом и в общем то да вот такая сумма в общем я увидел этот теплоход павел божев и купил там кают и после того как я купила я только поняла когда начала рассматривать схемы палуб думаю не пойму что такое на шлюпочной палубе какие-то душевые туалеты указаны и только потом уже я разобралась что оказывается на этом теплоходе нет удобства в каюте ну то есть там общий туалет и душ на палубе путевка у меня уже куплено ладно пускай будет так как есть уже как получилось тем более что я уже плавала на таком эконом классе это был такой мой первый теплоходный круиз зато у меня одноместная каюта по левому борт это то есть все высокие берега будут мне доступны к обзору прямо из каюта не выходя на палубе я туда еду за природой и так как путевка была как бы сравнительно недорогая не 10 тысяч в день как я вам сказала чуть меньше но они тоже хитрят круизное агентство там не включены экскурсии то есть экскурсии по городам это надо оплачивать дополнительно зато питание как обычно включено там трехразовое питание одним словом так как я в этих городах уже было на экскурсии то я может быть схожу на пару экскурсии например в самаре может быть еще где-то в елабуге мы будем девочки в общем я приеду с крымом и в конце сентября мы поедем в очередной круиз вот и на этом завершим сезон зачем я это делаю вот опять же хороший вопрос напишите в комментариях зачем вы есть в отпуск вот зачем мы сидели дома отпуск это деньги называется потратить а так бы можно было но не знаю потратить на семью напишите что вы про это думаете время 7 час напоминаю что я на пляже в береговом но народ не торопится сходиться прям день такой хороший единственное что вот море волнуется море волнуется и на побережье ну смысле прямо на где кромка прибоя там же камни вот эти водоросли такая муть муть но там буквально пройдешь вот эту полосу где где этот песок и ракушка вот так удыхается там уже можно плавать хорошо вообще вот девочки я после того как сходил пообеду наелась этих персиков что-то меня прям в сон так потянуло где где-то час поспал теперь он сходил на море искупалась больше не пойду сейчас обсохну и пойдем мы девочки домой я вот думаю куртами покупать или нет или обойтись вроде как и хочется но я понимаю что надо обойтись в общем не знаю скорее бы уже выходные чуть по телевизору посмотрю потому что а я еще кино не досмотрел так что в общем то мне еще надо попрясть кстати говоря кстати говоря у меня на складе еще остались косыночки я их сейчас вам покажу вы их можете заказать косыночки девочки все очень хорошие я сейчас попытаюсь объяснить я не имею дело с плохими вещами которые облазают которые вот не нравится мне понимаете я люблю что красивенькая было вот поэтому меня все все вещички конечно отобраны когда ты по рынку ходишь и покупаешь вот это все оптом но вы же не маленький вы же понимаете что все обзорщики сами ничего не вяжут да ладно вам вяжут по хуторам а это так называемого мы называемся предпринимателями но только мы все разные я такой предприниматель который официально зарегистрирован есть другие ночью дело не в том дело в том что мы ходим все по рынку и выбираем я прохожу очень много прилавков и там ничего не беру вообще ничего не берут там скупают все эти вещи другие но почему на потому что меня качество не удовлетворяет и вообще у меня как бы в планах сидит что я хочу свое вязать вот то как я это представляю понимаете как я представляю как должна выглядеть пуховая вещь и у меня для этого ну есть уже оборудование вот пока я здесь на море кстати сдэк пришла очередная вязальная машина у меня вся загвоздка девочки мне нужны предельщицы пух у меня есть свой я надеюсь что это эпопея история с нашими козами благополучно завершится хозяйка пока не отзванивается не отписывается сейчас приду в отель надо и написать на ватсап сегодня с уже 23 до а контрольная . было у нас 25 но потому что я все жду у меня предварительная договоренность с машиной чтобы поехали мы уже привезли сена пока я здесь съездили за сеном то есть коз мы привезли у меня будет много высококачественного пуха много то есть понимаете а раз у меня много хорошего сырья то соответственно вещи они у меня и так очень весьма неплохие одни из лучших то будет но они будут хорошие у меня не будет необходимость что-то с чем-то смешивать там понимаете что там удешевлять когда у тебя есть свой собственный пух и с этим нет никаких проблем согласитесь сырье но если вы может быть не знаете так я вам скажу тут эти чайки летают что это в общем-то одна из главных составляющих хорошего пухового платка ночью пока все это еще в одну кучку не сложилось если меня смотрят а меня наверняка смотрит урюпинские предельщики если вы хотите прясть хороший пух то пожалуйста обращайтесь пишите на ватсап телефон в названии видео так ладно девочки это я так раскрыла немножко свои планы то давайте собираться он с почти села пошли в отель вот эти доски можно взять на прокат напоминаю что бунгало стоит тысяч рублей день ваша звонок 300 вот такое незатейливое видео я сегодня предлагаю вам к просмотру я вам смонтирую еще одно мы были в приморском были там на рынке после этого мы жарили рыбу то есть это я вам тоже все покажу напоминаю что сегодня у нас понедельник по моим 26 августа 2024 года море волнуется поэтому у меня есть время снять для вас вернее смонтировать для вас вот такое небольшое видео заканчиваю я видео вот таким обзором своих пуховых платочков они все разные вот то что вы сейчас видите это недорогой вариант платков они по моему по пять по шесть тысяч в общем то если вы захотите узнать подробности то пишите на ватсап телефон 8 960 87 094 67 и обязательно пройдите в комментарии посмотрите какие там ссылочки там есть ссылочка на цен в telegram youtube сейчас грузится плохо сами знаете не знаю где вы сейчас смотрите напишите в комментариях напишите в комментариях как у вас загрузка видео в общем то девочки всем пока мы здесь будем еще десять дней так что видео я вам засниму много отдыхаем мы в отеле олимп это береговое мне здесь очень нравится но всем пока пока